Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все, братья и сестры, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю возрастать по внутреннему человеку в образ мужа совершенного, или в образ совершенной невесты, сделавшись подобными совершенному нашему жениху и учителю, Господу и Богу нашему, Иисусу Христу, которым все на земле из воды и водою, который все сотворил, ибо Бог все творил словом уз своих, и это слово Христос Иисус, Господь мой и Бог наш. Ну что, дубль 2, думаете, ролик повторяется, или вы случайно нажали? Нет, мы снова идем на гору, снова. Качу я свой байк, ну потому что он не предназначен для горных выездок, да, если ехать на гору, то скорее всего опять что-нибудь сломается, потому что горных скоростей нету, нагрузки очень большие, он для этого не предназначен. Так, по прямой дорожке кататься, ну ничего, гулять я тоже люблю, надеюсь, вам так же приятно гулять со мною, как и мне, с вами. Что там сидите в своих кватеренках, тут как хорошо, красота, хлебота. Помните, как Москва слезам не верит, что там вообще в мире-то делается. С утра шел дождь, но вообще стабильности нету, такой у нас. То дождь, то нестабильность в христианском мире. И в жизни каждого сегодня веруем, завтра падаем. Нет стабильности, надо быть твердым, как кремни. Вот, поэтому я вам тоже расскажу. Все-таки канал мой живой, Бог наш живой. Так что я вот в движении. У нас, походу, бабье лето сентябрьское, жара, солнышко. Ну, ночами холодно, а вот днем супер. Вот, хотя и вчера, и позавчера каждый день почти, видите, не облачко. Но я несколько дней проболел, как всегда, не мог ничего записывать. А сегодня ветерок поднялся, то есть погода такая же, но ветер. Ну, может, мы сейчас с вами там спрячемся, где и ветерка не особо будет. Вот, хотя микрофон должен погашать весь этот ветер. Так что я вам немножко о своей жизни тоже рассказываю. Ветер сильный, видите, я даже очочки не снимаю, чтобы не морщиться, чтобы в глаза ничего не залетело. Хоть с велосипеда и слез, а в глаза может попасть тут кругом сухая трава. Не люблю, когда что-то выковыривать потом. Вот. Сегодня будем с вами говорить на такую тему, серьезную. Ролик я назвал провокационно, но все знают, что моя любовь к Творцу нашему и Богу, Иисусу Христу. Я думаю, все поймут. Аж после того, как ролик закончится, я думаю, что у кого какие-то были соблазны, пропадут. А наоборот, кто, может быть, слушать будет первый раз, что-нибудь зашевелится в умном сердце, какие-нибудь помыслы и мысли. Правильные и истинные. В принципе, у меня, я помните, записал ролик «Бог, божок или божата». В общем-то, отчасти и по этой теме. Хотя, вы знаете, мои проповеди, они все одинаковые. Да, как посмотрите на Христа, об одном и то же перетирал, как в мельнице нам. А мы понять этого никак не можем, что Бог есть любовь, и что мы должны уподобиться Ему в любви. И эта любовь не в обличениях, осуждениях, злословиях, надмене, превозношении, сей прочей лабуде, а в подавании добра даже недостойным и злым, даже неблагодарным, даже клевещущим, даже распинающим нам. А мы никак этого понять не можем. Видимо, у каждого свой путь, своя мера, свое время. Каждый должен следить за собой, не за другими наблюдать. И смотреть, как он сам идет. Помните, как в 49-м псалме я вам говорил, что Господь требует нас одного поклонения. В духе истине, как он сказал, воздай мне только одну жертву, жертву хвалы. Все. Богу от нас ничего не надо. И Христос, воплотившись, нам это показал. Все, что он говорил об Отце, как являлся к нему свою любовь, но помимо действительно деятельного упования, о котором мы сегодня поговорим, то в видимом проявлении это было лишь словословие, которое было либо в панигириках, так скажем, хотя там этого не видно, просто одно слово употребляется, словословие и благодарение. Это мы прям видим в каждом случае. Сегодня мы об этом не будем говорить, но в другом я, наверное, поговорю. Хотя, может, именно сегодня об этом и будем говорить в ролике. Возможно, ролик получится большой, я не знаю. Вы знаете, я ни под кого не подстраиваюсь, ни под систему, ни под людей. Я эти ролики не пытаюсь делать каким-то кому как будет нравиться. Я, конечно, прислушиваюсь в том плане, что если какое мнение у людей. Но делаю я так, как повелевает мне Господь и мое сердце, в котором он и живет. Вот. Ну и который я встречаюсь с Евангелем. Вот. Канал этот не для чего-то у меня, не для корысти, не для славы, а это проявление моей любви к людям, чтобы тоже делиться истиной со всеми халчущими и жаждущими ее. И вот Господь в 49-м псалме, вы помните, гору нашу мы проедем, вон она вся панорама. Я хочу подальше в этот раз. Помните, где мы были, где я кричал, Господи, мне кажется, я там остановлюсь, а оттуда хочу подальше прогуляться. Ты что на одном месте? Вот. И вы помните, как Господь сказал, каждый воздай жертву мне хвалу, и тот угоден и чтит меня, кто следит за своим путем, соблюдая мое слово, а не бросая его. Помните, как он сказал, что ты языком кричишь, что чтишь меня, делаешь вид, а на самом деле заповеди мои и слова мои за себя бросаешь, ну, выкидываешь штуку по-русски, да? Красиво, конечно, там сказано. Псалом наичудеснейший, Господь, этот 49-й говорит, что я, говорит, пью кровь овцов и овнов, нюхаю ваши свечки, весь этот культ со всеми этими атрибутиками, говорит, разве я это потребляю? Нет, конечно. Он говорит, ну, даже если бы я и делал это, говорит, я бы тебя не спросил, ибо вся земля и все, что наполняет ее мое, и все, что мне надо, я беру, не спрашивая у тебя. Воздай, говорит, жертву хвалу Богу, в жертву хвалу, словословие, которое в благодарении Отцу Небесному, все, что мы можем ему дать, детское сердце, как один братец сказал, мне так понравилось, коровье сердце, я сначала не понял, о чем он, оказывается, символ большого сердца, ну, а большое, значит, доброе, да. Вот все, что мы можем дать нашему Отцу Небесному, это коровье, детское, благодарственное сердце, и вы помните, как он сам в другом месте говорит, сын, дай мне твое сердце, вот оно сердце, сердце, исполненное по образу сына его, хотя сын и отец одно, но он нам явился в образе сына, чтобы проложить путь, от которого у нас не будет больше отмазов, и то, что всем нам, христианам, кому Господь указал этот путь, кто его еще и исповедует, сам себе собирает горящие уголья на голову, если не идет путем Христовым. Причем не Павловым, не Кифовым, не Давидовым, не Соломоновым, не всяких там святых, неизвестно каких, неизвестно, чего они сочиненным, а путем Христовым. Он для этого пришел, иначе жертва Христова просто бесполезна, о чем я сегодня буду и говорить. О том, что этот глупый Иисус, непонятно, зачем явился, и Бог ли он вообще, и зачем он нам прокладывал этот путь, если мы все равно ищем иных путей, а не пути Христового. Так что об этом мы сегодня и будем говорить. Но прежде мы, конечно, помолимся, ибо Господь сказал, без меня не можете делать ничего. И я, идя путем Христовым, нашего путеводителя, подвигоположника, как его только красиво не называют, нашего Бога и Творца, а не какого-то, простите, действительно, нелюбящего, неверующего и глупого Иисуса. Нет, это Бог и Творец. Сегодня я об этом постараюсь побольше поговорить. Вот, но прежде, конечно же, обязательно мы помолимся. Ох, красота какая! Конечно, ветер сегодня серьезный. Но, насколько этот микрофон уже проверялся, вроде бы он должен все эти... У меня сильный ветер, поэтому кажется, что я так кричу, потому что мне кажется, что я должен перекрикивать ветер. Я поэтому говорю более громко, более сильно. вот, потому что ветер-то в уши, в уши дует. И кажется, что ты говоришь, тебя не слышит собеседник. Вот. Сейчас вон там почти дошли. Ну вот, 10 минуточек вы со мной погуляли. Сейчас еще будем гулять. Только я уже буду рассказывать. Рассказывать Евангелие. Я вам специально делаю такие зарисовки. Вы знаете, червячок, когда ползает по земле, он думает, что это все. И когда ему орел рассказывает, дорогой, да мир намного больше, чем тебе кажется, то этот червячок, конечно, всегда противится. И вы знаете, у меня большое желание всегда взять этих червячков, поднять, над землей, показать. Ты посмотри, как прекрасен и велик мир. И у червячка такие глаза. О, так это правда. Вот я вам специально такие вещи рассказываю о том, что Бог никогда не говорил нам и никогда не говорил, что он верит в Бог. Потому что это действительно так. Я хочу, чтобы вы это знали. Потому что я все это исследовал. Весь этот путь прошел. Хочу, чтобы его исследовали и прошли вы. А я вам просто подмогаю, потому что уже все это прошел. и делюсь с вами. И это прекрасно, что мы есть друг у друга. Ого! Так, вот это ветряка. Вот это ветряка. Ну да ладно. Как вам панорамка? Красота? Красотища! Давайте помолимся. Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, сущий и неизменный в слове своем, и воле своей Бог наш, Бог любовь, воля которого одна, единая и неизменная, чтобы все мы были счастливы. И промысел твой всегда чудный о нас. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господи, спасибо тебе за все, за всю любовь твою, за все, что ты подаешь нам ежедневно, все потребное для жизни, благости и веселья, и для святой жизни в тебе, уподобляясь тебе любовью к ближнему, отвернувшись себя той любовью, какой возлюбил ты нас, а потому поступая в этом мире, как ты поступал. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, благослови эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. И да прославишься ты в последнее время пришедшего плоти, Господь мой и Бог наш, Бог любовь, Иисус Христос, любовь свою, явившую всеми своими благодеяниями, даже до креста. И да узрит всякая плоть, славу и величие твое, а главное, божество твое, воскресение твое. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. А дар свободы, оставленный нам в воскресении твое, дарованный от начала времен каждому человеку, ему от рождения в вознесении твое. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господь и Бог наш, любовь живой, живой Бог всегда был, есть и будет посреди нас. Помните, братья и сестры, Бог живой всегда с нами. Ну что, поговорим, прогуляемся вот по тому, по той дорожке, не знаю, куда дойдем с вами, туда дойдем, велик тут оставим, там ничего в принципе ценного в сумке нету. Камера у меня, вот так что все. Может быть, просто видите, тут еще вот эта полоса, мне кажется, она будет ветерочек нам сдерживать, а это будет здорово. Ой, вот эта жара, конечно, кошмар. Ролик я назвал «Нелюбящий Бога, неверующий в Бога, нелюбящий Отца и глупый Иисус». Я думаю, что вы понимаете, что это не кощунство. Я очень надеюсь, что этот ролик пробудит многие сердца, помышления многих сердец пробудятся, откроются, а возможно, кто-то даже родится. Вы помните, что я вам говорил, что Господь нигде, никогда не говорит, что он любит Бога. Я вам скажу с самого начала и более того, вернее скажу, что он почти говорит это. Но чего он точно никогда не говорил, если вы внимательны. Я несколько дней болел, мне было плохо, как обычно, из-за моих болячек, но я все-таки перечитал четверо Евангелия по одной единственной теме, а то вдруг опять то, что Господь мне открывает, вдруг я где-нибудь ошибаюсь, я чтобы быть твердо, уверенным в Божьем откровении, которое он мне положил на сердце, я решил все-таки проверить, конечно же, по тому священному, драгоценному, для всех святому Евангелия, запечатленному для нас в бумажном виде. Хотя, как и вы помните, я говорю, и оно не без искажений, везде надо быть, все испытывать, хорошего держаться. Если есть ошибки, есть искажения, надо не бояться их признать и следовать истине, а не лжи. Ложью никто не спасается, спасается человек только истиной, веруя в этой истине и жизни по этой истине, а истина в простом, что Бог это Иисус Христос, и Его сущность, Его природа одна. Это любовь, это бессмертие, и это свобода. Бессмертие нам дано от рождения, свободы своей мы можем отречься, но возрастив Бога, уподобиться Ему, мы можем только в любви. Поэтому, братья, никогда не отрекайтесь от свободы, как Павел сказал. Итак, стойте, братья, в свободе, Галатам 5.1, дарованные нам Иисусом Христом, и не порабощайте себя вновь немощным вещественным началом мира людям и их учениям. Помните это. Но это я совместил Галатам и Коринфянам, там все вместе, вы помните это, если читаете. Особенно по той рекомендации, которую я давал, как читать послание. Вы увидите эту истину просто. Вот. Так вот, в Евангелии Господь ни разу не исповедует того и не говорит даже такого словосочетания, что Он верит в Бога. Никогда в жизни. Он никогда в жизни, ну, никогда за этот, в нашем Евангелии, которое наставлено, нет такого словосочетания, что Господь говорит, верьте в Бога, как я верю. Да? Есть такое? Нет такое. Есть где-нибудь, что Он говорит, я верю в Отца Небесного? Нет. Вера в Бога – это не добродетель. Вера в Бога – это необходимое условие. Вера в Бога – это спасение. Вера в Бога – это ум, а не верующий в Бога. Вы помните, как в 13-м псалме Господь прекрасно сказал. И сказал безумец, сказал. У нас умное сердце, оно избирает, куда, как управлять нашими чувствами, а в одном слове это называется желание. Ум, управляющий чувством, это желание, это есть человек, это есть его личность. И либо все его желания направлены на желание добра, то есть мысль какая-то с конечной целью блага, это есть доброе желание. Вот либо это Бог, и все его помышления во всякое время – добро. Либо это зло, когда мысли и помышления, как Господь сказал, о допотопном человечестве. Зло и помышление сердца и зло во всякое время. Вот наше дело уподобится Богу в том, чтобы во всякое время мысли и помышления сердца нашего были добро, было благо для человека. И это не в обличении, не в осуждении, не в злословии. Вы никогда не найдете, что Христос так поступал и что Он так учил. Вот Христос никогда не говорил, что Он верит в Бога. Никогда. Откуда мы это узнаем? Да, потому что Он живет в Боге. Он живет Богом. Он все время говорит об Отце. Он все время воздает благодарность Отцу за хлеб небесный. Он все время воздает славу Отцу за те дары, которые Он ему подает, которыми, чьими, чьими, так сказать, как он говорил, божественной силой все эти благие дела человечеству делает. Исцеляет. Изгоняет бесов. Но зачастую мы даже этого не видим только потому. Почему? Потому что Господь есть Бог. Вы, если прочитаете четверо Евангелия, вот с этой вот мыслью посмотреть, а где-нибудь говорил ли Бог, что Он верит, говорил ли Христос, что Он верит в Бога? Говорил ли Иисус, человек Иисус? Нет. Именно поэтому Он говорит, я тебе приказываю, выйди из Него. Я тебе говорю, умолкни, перестань, буря, да? Я тебе говорю, засохни. И редко-редко мы видим, когда Он воздает славу Богу, как бы приравнивая себя Богу. Основная масса, конечно, вообще, что Он Бог, поэтому все там Его слова говорят вот в таком роде. Я хочу, чтобы вы это помнили, братья и сестры, мои родные, любимые, христолюбцы. Верить – это спасение, это необходимое условие, это зачатие, ибо мы родились не от тленного семени внутри себя, а от семени нетленного. Помните этого человека. И это не просто образ, у нас действительно живет настоящий человек. Это лишь одежда, и мы ее сбросим. Вы все это знаете, умирают люди каждый день. Там живет настоящий человек, причем это не какая-то душа ангельская, она тоже имеет вид, она тоже имеет духовное тело, душевное, вернее, тело, а будет какое-то тело духовное, но это будет тело, это будет плоть опять. Мы всего этого не понимаем, мы лишь доверяем откровению, и в общем-то, созерцая этот мир, можем это все предполагать и видеть, что это действительно так. Потому что через этот видимый образ эти кожаные одежды на нас и на всем мире, на этой проклятой, как Господь сказал, в кавычках, земле, чтобы мы просто познали добро и зло, опытно, вкусив, да, и то, и другое. Мы действительно, потом разрешившись, и когда Господь совьет эту старую землю и распространяет новые небеса и новую землю, на которой будет обитать правда, то есть святость, любовь, когда все мы придем в единство веры и познание истины, что Бог, это есть Иисус Христос, имя которому любовь, и мы, люди, его образ, его дети, и уподобиться, его можем только в совершенстве любви к ближнему, когда мы во все это придем и умом, и делами, да, образ повязки на лбу и повязки на руке, тогда будет новая земля и новое небо, да, вот, поэтому я хочу, чтобы вы это помнили, если так все дословно принимать, то Бог вообще не верующий, он никогда в жизни не исповедовал, что он верит в Бога, он никогда в жизни, как он сказал, что идите, научите, чему я учил, да, он учил верить, да, в кого? В себя, в себя, и говорит, в Бога веруйте, в меня веруйте, но там вы помните, как все время идет контекст поднятия человека на высоту того, что Христос есть Бог, и как вы помните, я вам не раз напоминаю эти стихи в Матвея 16.16, ну, а там в контексте, возьмите, по-моему, я не пытаюсь запомнить, вот у меня отложилось, что Матфей 16.16, ну, и параллельно в синоптиках, где именно, когда Христа, он спрашивает, за кого вы меня почитаете, и ему рассказывают, за кого его почитают, ученики, а он говорит, Петр говорит, что ты Иисус, то есть Христос, то есть ты Иисус, спаситель по-русски, по-гречески Ешуа, ой, по-еврейски, по-гречески Иисус, ты спаситель, помазанный Христос, ты мессия, Мешаах, Христос, или помазанник, и ты сын Бога живого, да, он говорит, на этом основании я буду, я буду, не мы строим церковь, а Господь, где два таких человека, исповедующих, это там церковь, да, но при этом он говорит, когда он говорит, что чтобы потом остаться в этой церкви, зафиксироваться, надо жить, отвергнувшись себя, нести свой крест, то есть принимая страдания от людей, и любовь показывать даже до креста, Петр ему прикословит, и Господь говорит, отойди от меня, сатана, и бесы веруют, и трепещут, веры недостаточно, поэтому он ему говорит, если хочешь идти за мной, то отвергни себя, возьми крест свой, и следуй за мной, и дальше обязательно дочитайте до конца, ибо он говорит, какой прок приобрести все в этом мире, а душе своей повредить, ибо придет сын человеческий с ангелами, и воздаст каждому что? по вере? Нет, по делам, по делам, это надо четко помнить, это 16 глава, а в 20 какой там, третий, да, по-моему, Господь рассказывает о суде, и притчами, и образами, и символами, и прямыми словами, когда он рассказывает о конце времен, и о суде, что в мире тогда хандец настанет, когда в мире охладеет любовь, и умножится беззаконие, но это качели, естественно, охлаждая, угошая духа Божьего, в нас другой дух вселяется, все это, третий образы, какими только Господь не говорил, и о выметенном мусоре из дома, и все прочее, прочее, и рассказывает, что именно о любви говорит, а в конце вообще подытоживает прямыми словами, что кто сотворил там ближнему, накормил, напоил, посетил, покрыл грехи, и наготу, и телесную, и духовную, тот по праву, встань, а кто, и это идет суд о христианах, о доме Божьем, это не идет речь о язычниках, говорит о верующих в меня, да, кто говорил, он говорит, кто говорит, Господи, Господи, но не творит того, чего я заповедую, да, я уверовал, Господи, Господи, дальше, любящий Бога, любил Господь Бога, откуда мы это знаем? мы никогда не знаем, Господь никогда об этом не говорил, я вас призываю и рекомендую посмотреть все-таки мои тексты на христолюбие, которые я сам составил, в том плане, что я их сделал в повесовательном стиле, как и многие делают, там стихи остались, там все это видно, но там легко читается, я там разграничиваю события, чтобы можно было все это увидеть, я вам уже говорил, что заповедь о любви к Богу, ни Адаму с Евой, ни их детям, ни прочим праведникам и людям не была дана, она была дана даже не Моисею, а тогда Моисею дана, Моисей дал ее народу, когда Моисей и так любил Бог, она была дана народу, когда народ слил себе золотого тельца, явно уже все, но прежде чем слить его явно, человек сливает его в своем сердце, и после этого Господь дал заповеди любви к Богу и разделил ее от заповеди любви к ближнему, первая и вторая, только этот безумный народ, когда говорит в сердце своем, нет Бога и льет себе там золотого тельца, да, этого бестолкового народа, бестолкового человека, безумца, Господь пытается привести хоть как-то к себе, да, но мы христиане, мы не такие, Господь, когда ученики сидели на прощальном ужине с Господом, он уже как бы, кто почитает 12 главу последней стихи, он как бы, знаете, так, помните, как он и говорил, когда будут вас гнать, вы просто скажите, но все равно приблизилось к вам Царство Небесное, и он уже говорит как бы иудеям, всем этим неверующим в образе, всех неверующих, что даже не бумажное слово вас будет судить, а то слово, которое в сердце у вас, я всегда буду судить вас на страшном суде, на последнем, в день онный, в день последний, как вот только не называют, да, ой, красотища-то какая, вот Господь на прощальном ужине, прежде чем учить и давать последнюю заповедь русским языком, без всяких образов и символов, хотя он им это говорил, как мы узнаем из синоптиков, и во время проповеди, он говорил, любите врагов ваших, все это рассказывал, но запомните всегда вот эту 13-14 главу Евангелия Тана Богослова, прощальный ужин Господа с учениками, человек завтра, когда умирает, вы знаете, он раздает самые ценные указания, он пытается все свои мысли собрать воедино, это всегда человек раздает свои благословения, да, как образ умирающего там отца, детям передает, что говорит Господь, прежде чем говорить, он в очередной раз встает и омывает ноги учеником, он берет умывальницу, снимает себе верхнюю одежду, припоясывается, и что делает? Совершает настоящая вера любви того времени, рабскую работу, при этом что он говорит? Не фикцию, не профанацию, которую сейчас пытаются, как всегда, по-буквоедски, по-законически, типа мы там соблюдем все Евангелие, его тайную вечер, прощальный ужин, повторяют точно так же, как по Евангелию, да вы лицемерием профанацией занимаетесь, вы если каждый день такое начнете делать, бесполезное дело, вы все это опять придет в ничто, сейчас люди чистые, у каждого есть вода в доме, ботинки хорошие, машины дорогие, какая-нибудь домашняя церковь, все съездились, там нет никому нужды умывать ноги, ты послужи действительно, купи по дороге что нужно, приедь приготовь, накрой, какого-нибудь больного привези, который сам не может ходить, из вашего друга там попал, вот, сотвори настоящие дела любви, умой ноги ближе к тебе, а не занимайтесь профанацией, не важно, какой у вас там хлеб, и что там у вас все на столах, в современном мире, у них одна была еда, сейчас это другая еда, в других упаковках, что за бред, что за буквоедство, язычество, господь говорит, слова мои, суть дух и жизнь, а не буква, это надо всегда тоже четко понимать, что говорит господь, я господин и учитель, вы меня называете, и я точно он, и этот господин и учитель, берет и творит вам дело любви, другими словами, он в свое время им говорил, достаточно для ученика, чтобы он был как его учитель, и кстати, вот эту картиночку я сейчас помещу, помните, я вам как-то говорил в роликах, что вот это вот, вот это, что вы видите, это все язычество, вот это вот, то, что мы приходим в меру познания, что действительно, все это лишь символы, образы, правильно совершаемые, но наше дело прийти вот в это состояние, из вот этих учеников, которые праздно лежат и ждут, пока им господин и учитель умоют ноги, прийти в состояние, как он сказал, учителя, и достаточно для ученика, если он придет в возраст Христов, в возраст совершенный, в учителя своего, наше дело увидеть наконец-то себя, что цель наша, я уж молчу про это, ну не молчу, а говорю, даже не это, а вот это, учитель, нам надо стать учителями, Господь нас к этому призывал, вы прекрасно помните, это, кстати, он говорил в Луке, в Нагорной проповеди по Луке, она как раз короткая, в отличие от Марка, от Матфея, и там он посерединочке все это говорит, что именно я, Господь и учитель, и он говорит, и достаточно для ученика, и там и говорит, кто такие ученики, любите врагов ваших, благословляйте, как Павел говорит, не проклинайте, уже в своем послании, благодетельствуйте и молитесь, но это образ мысли, молитва это мысль, это умное сердце, то есть желайте добра, и это желание ваше будет выражаться в двух вещах, у человека есть резкое разграничение его дела, это слово благодаря телу, и это руки-ноги, которыми он идет на добрые дела, их творит, поэтому нам и сказано, как любить, это благие пожелания, которые проявляются в благих делах, через слова и руки, и деятельность, что дальше Господь говорит, и говорит им, и заповедь даю вам, и новую заповедь даю вам, любите друг друга, а как, Господи, как любить нам друг друга, он говорит, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, Господь все отвечает на самом деле, и говорит, да потому узнает, что вы мои ученики, когда будет иметь любовь между собой, все, это вся, я вам в принципе практически дословно рассказал, 13 главу, его спрашивают непонятливые ученики, что Петр, что Фома, Господи, и он говорит, что надлежит немного туда идти, куда вы не знаете, ему Петр опять, ну он как иудеев, говорит, что я иду туда, куда вы не знаете, у Петра, и Фома спрашивает, Господи, не знаем пути, и как можем знать, куда идешь, и как идти путем святости, он говорит, я есть путь истинной жизни, заметьте, уже Христос два раза сказал, как я, любите друг друга, как я вас любил, мы должны смотреть, как Христос, в Евангелии только должны устремить свой взор, ибо он есть путь, истина и жизнь, это я сейчас подведу к глупому Господу, к глупому Иисусу, и никто, говорит, не может прийти ко мне, как только через отца, к отцу, как только через меня, не говорит, как я, прийти к отцу, и любить отца, как я любил отца, говорит, никто не может прийти к отцу, как только через меня, Филипп говорит, покажи нам, Господи, отца, он говорит, Филипп, я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, не отца, он говорит, а меня, ты что, не веришь, что я в отце, отец во мне, я отец одно, он говорит, и говорит, если иудеям, и в законе, дана заповедь разделенная, о любви к Богу, и к человеку, то Христос эту заповедь сливает и делает неразрывно, о чем Иоанн Богослов потом будет и все апостолы писать в своем послании, если ты любишь Бога, а брата своего ненавидишь, что ты лжец, они просто другими словами, как только красиво, не говорят, и вот Господь говорит, Господин наш, что если вы любите меня, да, я, похоже, на ту не пройду, я хотел замкнуть, но, наверное, хватит кружок, неизвестно, вернусь я на тот хонный, пойдемте назад, смотрите, какая красота, ух-ху-ху-ху-ху вот господь говорит ему уже когда он говорит что я отец одно он совмещает эту заповедь просто повторенный для людей ролик вы уже смотрели кто не смотрел посмотрите по описанию или я добавлю сюда ссылку о том что заповедь 1 говорил он ее совмещает эта запись за заповедь неразрывно или ибо бог суть всего бытия он есть везде и не любящий человека природу животный мир не любит бога и он говорит если вы любите меня теперь он не говорит отца вы соблюдите мои заповеди кто любит меня тот соблюдает слово моё не любящий меня слов моих не соблюдает и там третий раз помните еще как-то если любит меня чё там он говорит то опять что такое все эти заповеди собрались сопряжены с обетованием чего нету ветхом завете это что он повторяет иудеев что вы если вы любите меня то отец будет вас любит вас если вы там соблюдать слома это я отец к вам придем авистворим если там опять любите меня и заповеди мои соблюдаете то отец пошлет вам сына духа святого а вы знаете чем заканчивается прощание и в принципе все христос понимает он знает прекрасно волю отца волю свою зачем он пришел знаете как заканчивается лишь помните он только что учеников научил что потому узнать что вы мои ученики дети какая разница там вы знаете господь эти слова в других местах пересекал если вы будете любить друг друга то что сказал что это заповедь то есть что вы соблюдаете если вот эти два стиха которые я вам который в 13 главе говорит господь что если заповедь нового дай вам любить друг друга как я возлюбил так любите друг друга ибо потому что мы очень если блять и заповедь можно по-другому прочитать эти стихи наоборот я думаю христос благословит наше такое перемена стихов писания то есть потому все узнает что вы мои ученики если соблюдете заповедь мою а заповедь моя он и говорит чтобы вы любили друг друга как я возлюбил вас так и вы любите друг друга и знаете чем заканчивается 14 глава откройте я вам скажу господь говорит я специально себе записал чтобы не попутать ни слова но чтобы мир знал что я люблю отца это впервые в жизни христос говорит что он любит отца это не любите отца он говорит он не учит любви к отцу и не говорит что я люблю он не говорит что я люблю а что я люблю в смысле что что это это было уже явлено всей моей жизни игорь но чтобы мир знал что я люблю отца он не до кого это факт я люблю отца но чтобы мир знал опять какой-то если вы любите меня он не говорит любите меня в ваша любовь явится в любви к ближнему и он говорит что моя любовь к отцу но чтобы мир знал что я люблю отца. То есть моя любовь к отцу яйца в том, что и как заповедовал меня отец, так я и творю. Встаньте, пойдем отсюда. И они встали и вышли. Это последние слова нашего творца, нашего спасителя. Я когда их прочитал, я чуть со стула не упал. Да, единственное место. Но опять же вы видите в каком контексте. Опять, чтобы мир знал, но можно в одно слово опять, если. Что я люблю отца, мир узнает только потому, что я соблюдаю, что он мне заповедал. А он что нам заповедал? Мы помним, что Господь сказал, я от заповедь. Дальше вы помните, они выходят и идут в этот Гефсиманский сад, где он будет арестован по предательству своего ученика Иуды. Он там и говорит, что то, что ты отец мне говорил, я твой заповедь передал, слово твое. Все это дальше. Я почему говорю, вы знаете, почему у меня проповедь такие длинные, я остановиться не могу. Невозможно вырывать все это из контекста. Входится дальше, дальше. Почему я призываю, братья и сестры, сами читайте Евангелие. Забудьте вы обо всем, об этом. Если у вас есть время, да, можно почитать там что-то из Ветхого Завета. Надо знать Евангелие. Мы спасаемся не чтением Ветхого Завета, не знанием его. Я уж молчу о всей этой новозаветной чепухне, которую понаписали, понапридумывали. Там нет никакой свободы, никакой святости, нет ничего интересного. Я вам так скажу. Я все это прошел, и вы знаете, кто меня знает, я не могу себя никогда, я даже не называл я из православных, я просто изучал историю церкви, вот и все. И к культу немножко прикасался, только по той простой причине, что было так удобно, и были люди, которые действительно были с пониманием. Вот и все. Я все это изучил, все это знаю, и от опыта говорю, никакой пользы там нету. Ничего там нет полезного, и ничего доброго, и хорошего, чего могло бы перекрыть Евангелие, или что его дополнить. Вот о чем я сейчас буду говорить, о глупости Иисуса. Господь говорит им точно то же самое, что Он им сейчас сказал, начиная с того, что Он в отце, и Отец во мне. Он опять сказал, что вы будете делать точно так, что Он и говорит, что потому узнает мир. Он не кричал нигде, что Он любит отца, Он уже ученикам один раз в жизни это говорит на последнем ужине с учениками, последний трапеза, последний ужин с любимыми людьми, его окружающими. Что говорит Господь? Что потому узнает, что я люблю отца, потому что я исполняю его заповедь, иду этим путем, как он заповедовал, а он заповедовал принести слово его делом и языком. Слово какое, какую заповедь, о любви друг к другу, которое он говорит, я исполнил. Дальше уж я вам не буду разжевывать, мы и так ролик получится огромный. Это дальше читайте, 15, 16 и 17 глава, там он обо всем этом говорит, когда молится к Отцу Небесному. Итак, что мы видим? Господь говорит, что верить в кого надо. Конечно, чтобы войти в церковь, достаточно исповедовать Иисуса Христа, Сыном Божиим. Вы нигде не найдете словосочетания в Евангелии, что Иисус верит в Бога, что Иисус верит в Отца, но Он живет этим. Он всегда на Него уповает. Более того, Он сам Бог, поэтому зачастую мы видим, как Он просто со властью все это делает, не призывая Отца, или Его силу, или Его божественную энергию. Нет, Он просто делает, показывая, что Он и есть этот Бог. Я когда с такой мыслью перечитал, вот, на Медне, вчера-позавчера, Евангелие, я сам поразился опять в очередной раз. Всего несколько раз Господь призывает Отца себе в помощь. И то, как Он говорит, не для меня это я делаю, а для народа. Это когда Он воскрешал образ почитания Христа Отцом, как Он сказал, будьте поклоняться в духе и истине, то есть невидимом, Он действительно явил. Мы не видим, что Он поет ему панигириков, там, что только не делает. Мы всего два или три раза видим, как Он делает это. Первый раз, это в преломлении хлеба, когда мы все время видим, Он возводит очи к небу, или как-то там руки поднимает, там по-разному написано, ну, мы можем подразумевать, что это неважно, и очи, и лицо, и руки, да, как мы все делаем. И говорит, в одном месте у синоптиков там «Славлю тебя, Господи», у другого, у кого-то синоптиков «Благодарю тебя, Господи». Вот что делает Христос, Сын Божий, хотя Он и Отец одно. И когда Он воскрешает Лазаря, «Славлю тебя, Отче». А, «Благодарю тебя», по-моему, он тоже говорит. Да, когда Он воскрешает Лазаря, он тоже говорит «Благодарю». И еще один момент, сейчас я вспомню, опять забываю, он не такой яркий. Что же там, исцеление, что ли, кого-то? Ну, по-моему, вот это «Благодарю тебя», или это еще один момент, где Он говорит «Благодарю тебя, Господи, что ты открыл это, помните, не умным и великим мира сего, а детям». Ну, по-моему, есть еще один момент. Вы увидите, что Он просто благодарит. Никакого культа мы не видим никогда от Христа. Никаких действий, никаких символов или образов. Только благодарение, или такое употребляется, как слово «воздал славу», «прославил», «прославил Отца Небесного», «Да славлю тебя, Отче». Он говорил, «Что это значит?» «Славлю и благословлять благое слово». Что там под этим мы все говорим, вы каждую свою молитву знаете. Сердце взрывается, какие только слова не употребляешь. Разные можно употреблять. Слова, словословие, благодарение. Хотя вы прекрасно знаете, что порой это глупость, как и друг другу. Мы порой не знаем, ничего сказать. Желаю отблагодарить чем-то человека, потому что, ну что ты, вот имя, что он тебе дал, а тебе ему дать нечего. Но есть такие слова, «благодарю», «спасибо», там прочее, да, «обнять», «поцеловать», «в ноги поклониться». Вот, все, ну по сути, все понимаешь, в этом-то и смысл, что тебе дали, а тебе воздать нечем. В этом весь смысл, даяние и благодарение. По сути, это невозможность воздать тем, что тебе дали, и я вот вам напомнил все эти слова специально. И достаточно вот этого прощального ужина, ну и потом выхода, когда они шли в Гефсиманский сар, там, по горе, неважно, мы точно не совсем понимаем эту местность там, и его, эта молитва первосвященческая, жертвенная, гефсиманская, там мы все это видим. Но достаточно уже того, что Господь три раза, три, Бог любит Троицу, да, все знают, вот три раза я вам скажу теперь, подвести итог к глупому Иисусу. Он сказал, когда умыл ноги ученикам, сейчас вы не знаете, что я делаю, ну Петру, в частности, он говорил, говорит, ну позже уразумейте, ну вы прекрасно помните, что Петр уразумел, что он делает, и вам всегда напоминаю, тоже прочитайте эти 11 стихи, опять же советую посмотреть на сайте Христолюб, как у меня там эти тексты, там все это четко видно, первые 11 стихов, вот вся суть Евангелия. Петра, кстати, второе послание такое же предсмертное, вы помните, как он пишет, что ибо я уже отхожу, как и Господь открыл мне. И вот мы видим, когда человек при смерти, все, вся мишура убирается, много Петр пишет, 11 стихов, вкладывая в них всю суть Евангелия, все, что, что хотел вложить Иисус Христос, чтобы они этого поняли на прощальном ужине. Дальше, с 12 стиха 1 главы и до последнего стиха 3 главы он говорит вот именно об этих лжеучителях, лжепророков, лжебратьях и наглых ругателях, которые будут как раз от этого отвращать. От диванной веры, которой мы спасаемся, с которой все начинается, с которой мы начинаемся, и действительно, которая по благодати, потому что воздать Богу за твое бытие, что по плоти, что по духу, ты ничего не можешь, да, это бесценный дар, просто, который заплатить родителям, вот даже по плоти, мы ничего не можем за свою жизнь. Если ты что-то заплатишь за свою жизнь, получается, как ты ценишь свою жизнь, твоя жизнь бесценна, она не имеет цены. Ты не можешь сказать родителям, сказать, дайте я искуплю свою жизнь, чтобы я вам ничего не должен был. Только глупый человек так скажет, потому что, в принципе, он понимает, что за жизнь, за саму, отдать ему нечем. Он может, как мы все знаем, прекрасно, что дети приходят во взрослый возраст, а Господь так положил, что родители, наоборот, уходят в детский, да, старость называется порой вторым детством. И, по сути, дети могут воздать своим родителям все то же самое, заметьте, да, грубо говоря, этот период наступает, там, в 40 лет, да, то есть, в 40 лет родители, родители о детях пеклись, а потом 40 до 80, наоборот, дети о родителях. То есть, в принципе, дашь на дашь, да, мы можем воздать ровно то же самое, но за жизнь. За саму жизнь что ты воздашь своим родителям? Ничего. Точно так же Богу за плотское, за духовное это рождение мы ничего воздать не можем, да, поэтому спасение по вере называется, да, это бесценный дар, поэтому Павел все эти слова употребляет, искупил, когда там Господь сюда в тебе в сердце вошел, когда ты покаялся, Господь входит и сгоняет сатану, и все, ты абсолютно свят. Но дальше что ты будешь ждать? Да, за это ничего. Бог с тебя и не требует, это действительно бесценный дар, ты можешь только в благодарности пребывать, но возрасти в Боге ты можешь только любовью. И Бог хочет, чтобы ты сам возрос в этой любовью. Вместе с Ним, конечно, все дары опять дальше, все неправильное богатство, как это тело, так и тело там внутреннее, то есть чувство радости, добра, вежливости, даже злости, только ее надо правильно употреблять, они все есть. Человеки, ты за это тоже Богу ничего, за самого себя ты воздать ничего не можешь, но вырастить себя ты взращиваешь сам. Иначе не было бы дана заповедь возделывай, вы помните, как Господь символический, и этот символ толкует Иоанн Богослов в своем послании, что заповедь от начала была любите друг друга, благовестие даже. Это и был, ух, запыхался, это и был символ любви друг другу, заповедь возделать. И заметьте, она дана человеку, а то вот, мы ничего не можем, мы все можете, вы обязаны это делать. Как Иоанн Богослов тот же и говорил, раз Господь так сказал, то мы и дал, и раз Господь нам явил свою любовь в том, что положил свою душу за нас, то и мы что? Должны полагать души свои за братьев своих. Мы трудимся в этом мире, да, непонятно, если ты с вами даже трудом, делами любви над ближним вознесешь. На самом деле, если честно, человек искренне в себя посмотревши, поймет, значит, он и не делал дело любви, да. Он преследовал какую-то корысть, еще что-то. Вознестись искренней любовью, когда каждый человек тебе брат, сестра, и ты его скорби чувствуешь, что это твои скорби, что ты даже чувствуешь, как Павел сказал, не оставайтесь должными ничем никому, кроме взаимной любви, ты даже чувствуешь на себе грех, что ты не решил проблему этого брата, потому что ты обязан это сделать, ты должен всем любовью. Человек, приходящий в это чувство, никогда ни в какую гордыню уже не впадет от дел любви. Ибо он их делает не потому, что даже действительно зарабатывает себе что-то. Да, царство внутри действительно взращивается, и древо жизни раскрывается своими плодами, но он уже этого не замечает, не видит, и ему на это все равно, потому что он делает, как Господь сказал, когда и все сотворите, думайте о себе, что вы ничего особенного не сделали, а то, что должны. Все это, видите, одни и те же слова, я вам стараюсь их перекрестно напоминать, параллельные места в разных писаниях, и Евангелия, и апостольских посланий. Вот. И Христос говорит, раз, он говорит, я пример, когда он это, ну я про Петра так не закончил, хотел все-таки еще раз на экранчике вам поместить, что Петр-то уразумел и сказал, что вот именно однажды родившись, это же он в первом послании пишет, что мы родились не от тленного семени, а от семени нетленного, Слово Божие, пребывающее вовек, да, мы родились, мы спаслись, это одни и те же символы и образы, да, но дальше-то что, Павел говорит, он еще в первом послании говорил, по вере вашей возросли во спасение, а это тогда куда, мы слова делим, ну ладно, я не хочу эту тему, уже устал я от нее, я надеюсь, вы поняли, что мы спасаемся, вернее не спасаемся, а усовершаемся Богу любовью, спасаемся верою, ну хорошее слово, но только это не конец жизни христианской, это только начало ее, вот, и поэтому он и там, это говорит, и в первом, но в втором он это говорит в предсмертном послании прекрасно, однажды равна драгоценную для всех веру, принявшей, да, мы в этой вере, отвергнув похоти мира, то есть дырку в себе, эгоизм, вере в наше, что делаем, через добрые дела любви, да, отвергнувшись себя, то есть рассуждением, долготерпением, воздержанием, любовь, он только не договорил к Богу, показываем через братолюбие, иначе бы он там написал Боголюбие, вере покажите вашей добродетели, добродетели рассуждения, в рассуждении воздержания, воздержания терпения, терпения благочестия, ну, святость, слово благочестия, святость, понимаете, одно, это все слова одного тоже порядка, святость, а святость в чем? Братолюбие, и в этом у вас явится любовь к Богу, все, говорит, если у вас есть, это умножается, то вы не остаетесь без плода и познания Господа, познания, знаете, библейское слово, соединение с Господом и Творцом нашим, это и есть причастие, ибо он вначале, я пропустил, вам не дословно, все цитирую, но ссылка на экране, вы ее должны видеть, что таким образом мы, что там, причащаемся божеского естества, я вот пропустил, жалко это, да, но вы помните все, а кто не идет этим путем, кто забыл, да, о своем рождении, и погубился у младенца, у него выкидыш совершился, как то семечко, которое Господь сказал, украдено было, вот, и таким образом, он говорит, открывается свободный вход в царство и Бога нашего, Иисуса Христа, и внутри нас это царство, естественно, раскрывается, таким образом, ну, Господь-то вошел по вере, да, он раскрывается там, а мы потом по плоти и войдем еще, ну, даже душа имеет все равно плоть, когда она выйдет, вы это понимаете, она будет иметь какой-то образ, один Бог есть, дух, в полноценном смысле этого слова, вот, ну, и вот, он показал пример, это раз, он сказал, я вам дал пример, что, Господь говорит, 13 главе на этом прощальном ужине, умыв ноги ученикам, чтобы вы, что делали, поступали так же, точно так же, говорит, я есть путь истинной жизни, и чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, любите друг друга, по-моему, трех раз достаточно, чтобы понять, что те люди, которые из учения Иисуса Христа, из его Евангелия, говорят, что нету полноты учения, а ортодоксы, православные католики, а порой и протестанты, слепив Новый Завет с ветхием, назвав его Словом Божьим, считая, что там можно какую-то истину наковырять, кроме истины, которой есть Евангелие, которой есть учение, жизнь и учение Иисуса Христа, а потому Господь сказал, я творю и учу, то это огромное заблуждение, а не из Бога, совершенного сущего Творца, великого благочестия, тайна, как сказал апостол, в котором вся полнота Божества телесно явилась в последнее время, и что это беспрекословно великого благочестия тайна, Бог явился во плоти во всей своей полноте, совместим два высказывания апостола Павла, то эти люди просто ругаются Сына Божьему, как тот же говорил Павел, ну, там не Павел, не знаю, неважно кто, в Еврееве, да, по-моему, это, что мы снова и снова распинаем Сына Божьего в себе и ругаемся Ему. Мы делаем из Иисуса глупца, Бога, который не мог, придя на землю, он зачем-то 30 лет, там, неважно, плотник он был или строителем каким-то, там, слово рабочий, по сути-то, ну, может быть, и плотник, неважно, 30 лет, кругом люди в ад шли, а Господь деревяшки строгал. А потом почему-то три с половиной года проповедовал и не мог, благоествовал Царство Небесное и не мог сказать полноту учения своего. Причем он же не Бог, он же не добровольный, это же не его слова, что он сказал, люди не забирают, у меня жизнь, я сам отдаю ее. Это же не Христос сказал, мы это придумали, или зачем нам то, что это сказано. Мы к Евангелию относимся очень халатно, а не просто халатно, а вот по этому сорде, и этому псалму, Господь все правильно укоряет таких нас христиан, что мы слова и заповеди Господа вот за себя выбросили и всякую чушь. От источника воды живой мы все время к грязным лужам обращаемся. А ведь Господь всегда прямым текстом, я вам только три случая специально из его завещания. Прощальный ужин, 13-17 глава, три главы, где они сидят в комнате, в горнице, две главы, да, или что я сказал, две, ну две, я может просто мне просто три сказал, две главы, 13-14 они сидят в помещении, 15-16 они идут, Гефсиманский сад, где обычно тоже собирались, и 17-й глава, сама молитва, это его к отцу, это его завещание. Нам нужно это завещание? Нет, не нужно, мы его выкинули на помойку, да и все, все наше христианство, и мы его закидали всякими, всякими ненужными бумажками, всякой ересью. Лука, продолжая свою книгу, книга деяния апостольских, он не пишет, что вторую книгу я тебе напишу, пишу, Феофил, чтобы дополнить учение Иисуса Христа, оно же такое неполноценное, и мы сейчас люди поправим его, Бог же так нуждался в помощи человеческой. Лука сам пишет, что первую книгу Феофил, он специально делит это на два тома, пишет два тома по заказу какого-то человека, скорее всего, богатого, естественно, но это не имеет никакого значения. Говорит, вторую книгу, Феофил, я к тебе написал, вернее, первую книгу написал о том, что делал и чему учил Иисус. Он сначала делал, потом учил, и нам заповедовал делать то же самое. Ибо в Матфеево, помните, как он в пятой главе в Нагорной проповеди сказал, кто сотворит и научит, тот великим наречется в моем царстве. Но я могу и другие вспомнить, конечно же, вы помните, как в Матфея, как в Марка, Господь, возносять, какую дают опять, хотите, заповедь, завещание, наставление, приказ, идите, говорит, что делаете? Свои учения, что ли, проповедуете? Идите, научите всему, чему я вас научил. Почитайте, чем заканчивается Марфея и Марка. У Луки она так не заканчивается, потому что у него книга-деяния так начинается. Иоанн Богослов заканчивает свою книгу, он говорит, если писать о всем, что сотворил Иисус Христос, да, не хватит книг. Да, писать о том, что... Ого, это будет, наверное, сильный ветер. Будет ли вам слышно? Я надеюсь. Да, о том, что сотворил Иисус Христос, не хватит книг написать. Христос есть Бог, о всех его благих делах, действительно, даже за те три года, как он там всех исцелял, спасал, изгонял бесов, укрощал природу, подавал пищу, веселье, вино. Да, не написать и книг, не собрать. Да, но Иоанн Богослов не сказал о всех учениях Иисуса Христа, обо всех заповедях. Это все ложь и заблуждение. Я вас призываю, конечно же, не слушать таких проповедников. И никогда ничего не выковыривать из ветхого завета, что не соответствует Евангелию Иисуса Христа. Сам Господь, я, кстати, еще, так скажем, ой, да это сильный ветер, вам будет очень, наверное, не слышно. Мы все-таки обратно там пойдем погуляем. Есть хороший момент, где Господь им говорит, это к прошлому ролику о Библии и Слове Божьей, когда Господь говорит, не читали ли вы в Писании, там приводит пример и говорит, как Господь обращался действительно к евреям, и он говорит, я забыл, момент, я на экране покажу это, да, типа к народу было Слово Божие, Слово Божие есть в Писании, есть во всех Писаниях, да, и то не во всех, я вам показал, что есть книги, Руфь там, Иудись, Экклезиаст, в которых вообще нет Слова Божьего, и мало того, что я говорю, мне очень нравится, как Экклезиаст начинает Слово Экклезиаста, сына Давидова, царя, израильского, или какого там, Иерусалимского, очень показательно, когда он сам называет свое слово, говорит, это слово мое, и действительность прочитаешь, там в книге Экклезиаста ни единого Слова Божьего нету, понимаете, какая получается абсурдность, более того, что эта абсурдность-то к чему приводит, из этого же лепит учение, что меня всегда возмущает, есть учение одно, учение Иисуса Христа, Он Бог, никогда в жизни нельзя его сравнивать с человеком, и все человеки, кто такой Павел, кто такой Петр, кто такой Аполлос, вы помните, сам Павел, познав это, говорит, они всего лишь служители, служители Господа, наше дело передавать жизнь и учение Иисуса Христа, но только самим сначала подвизаясь, подвизаясь точно так же, как нам оставлено в Писании, ни налево, ни направо, как Господь сказал, не прибавляйте, не убавляйте к моему учению, и ни налево, ни направо, не уклоняйтесь от моего пути, как он прекрасно сказал еврейскому народу, и это остается в силе, я могу ссылаться на этот хизайд? Что думаете, у меня какие-то особые права ссылаться на этот хизайд? Нет, но вы можете сличить с этим, Господь тоже самое, говорил, я есть путь истинной жизни, вот и все, во-первых, это реально Слово Божье, а то, знаете, я же вам говорил, говорят, в Слове Божьем сказано, и цитируют евре-экклезиаста, на каком основании? Да и скажи, что в Писаниях, в Библии, экклезиаст в своей книге пишет, да, в книге экклезиаста, проповедника, возможно, царя Соломона, хотя напрямую мы это не видим, он себя Соломоном не назвал, хотя сыном Давидова, ну, получается, да, Соломон. Так что вот так вот, вот это беда, братья мои, сестры, надо понять, к чему я говорю, что Христос неверующий-то, это действительно так, если вы увидите, что Иисус неверующий, то, что он никогда, он есть Бог, это, кстати, очень, знаете, это сильный аргумент, опять же, просто для меня, лично, с какими-то свидетелями, я бы общаться, я бы сказал, ну, где вы, вот видите, что он говорит, что я верю, или исповедую Отца Богом, нет, это поражаешься просто, это очень интересно, поразительно, и это очень, как сказать, укрепляет, что ли, вот вере, да, ты поверовал во Христа, это приводит к Христу, как к Богу, действительно, это я вам просто тоже рассказываю, есть, чтобы вы это понимали, это когда-нибудь вам сослужит добрую службу в вашей, в крепости вашей вере, о любви, даже единственный случай, где это словосочетание хотя бы употребляется, заметьте, ну, вы знаете, что перед смертью каждый скажет, как и Павел, веру сохранил, помните, Господь так говорил, Христос, нет, он абсолютно верен Отцу, он и есть Отец Одно, он абсолютный, он Бог, это поражает, но перед смертью мы все, можем похвалиться, но Христос даже здесь не хвалится, вы же видите, меня что поражает, он говорит, потому, но чтобы мир знал, опять, чтобы человек, так и мы, чтобы мир знал, что мы любим Иисуса Христа, он сказал, если любите меня, соблюдите мои заповеди, а заповеди вот так, чтобы мы любили друг друга, он сам об этом сказал, и сказал, что как я возлюбил вас, так и вы возлюбили друг друга, у нас есть Евангелие, неужели нельзя в него вчитываться, смотрите, как он любил людей, он кому-нибудь личный грех, хоть раз обличил, вы знаете, у меня есть канал беседы, я с удовольствием всех приглашаю себя беседовать, искать истину, потому что, то получается, просто со мной братья некоторые общаются, я потом вспоминаю, в случае нашей беседы, некоторые даже обижаются, хочу, чтобы, конечно, никто не обижался, потому что я просто вспоминаю, тем более, никто не знает о наших беседах, но я помню, мне один брат сказал, что типа, ну а вот же самарянку тоже обличил, ничего подобного, как сказано с самарянкой, он ей говорит, иди позови мужа, она говорит, у меня нет мужа, он говорит, о, правду ты сказал, он ее похвалил, говорит, у тебя было пять мужей, и ныне которого имеешь, не муж тебе, и дальше-то, дальше, хорошо, ты сказала, как-то там, ну я сейчас, видите, тоже недословно, уж это я не готовился, да и делал я ни к чему, особо не готовлюсь, вот некоторые моментики выписываю все-таки, это разве обличение, разве он ей сказал, что такое обличение, обличение-то плохо, разве он сказал ей, что плохо, во-первых, у него могли все мужья помирать, и греха на ней не было, если мужья, вы помните, как Садукея, хоть приводили и вымышленную историю, о том, что Иисус Христос, пытаясь его подловить в безумие, в воскресенье, в будущем у Садукея, говорили ему, что там, вот у братьев была одна жена, один за другим умирал, и каждый брал, чтобы там восстановить семя, да, здесь то же самое, как, кстати, не находите параллель, вот, у нее могли все мужья умирать, он же говорит, у тебя было пять мужей, опять, как слово это трактовать, муж, муж законный, или муж, мужчина, вы знаете, там, жена, женщина, и жена, в Писании опять, в Синодальном, все перемешано, все, книгу бытия читаешь, слово Адам перемешано, со словом, человек, потому что одно дело человека сотворил, а другое дело говорит Адам, там одно слово пишется, а там и разница, иначе тогда многие вещи непонятны, то же самое, как непонятно вот этот, последний стих 12 главы, где Господь говорит, слово, которое я говорю, если кто услышит, не поверит, я не сужу, но слово, как, если человек слышит, не верит, он его не судит, но при этом слово судит, ну как так, ну конечно, я слышал теорию, что да, вот эти законники, приводят пример, что Господь тебя сядет, и по Библии будет судить, ты вроде не поверил, а он тебя все равно будет судить, но это фигня полная, потому что в греческом стоит два разных слова, ремата и логос, что значит логос, это же слово вверху, в первых главах написано, вначале был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог, и этот логос есть свет, и этот свет просвещает, этот свет есть жизнь всем людям, и этот свет просвещает каждого человека, понимаете, нам все, не надо ничего, а слово ремата, действительно со словом, и параллельные места в Библии, в Евангелии смотришь, где это ремату, да, там прям со смыслом книги, или вот написанного слова, и такие вещи, просто действительно, видите, даже эти вещи, искажения их вводят в заблуждение, опознание их, элементарных безбожьих откровений, ты уразумеваешь просто истину, которая в простоте, вот и все, так я сяду, наверное, вот там вот ветерка, мне нравится, что нет, потому что тут ветер, я боюсь, может быть, слышно плохо микрофон, когда задувает, так, уже час 06, ничего, хорошо, так что, вот по поводу веры, по поводу любви, Господь говорит, потому узнает, что я люблю отца, один раз он употребил, когда, можно сказать, на смертном адрее, без креста такое уже рассказывать, хотя вы помните, кто мои ролики смотрел на христолюбие, где там по Матфея читаю, действительно, на кресте он пекся обо всех, о ближних, ибо матушке сказался, сын твой, а сын, а я, богослову, на христолюбие, на мэрии, и я, и я, и я, и я, Я никогда не видел, не вижу и надеюсь, ничего там больше не увижу. Ибо что там можно вообще наковырять, кроме любви Божьей к человеку? И к тому, что мы должны этой любви Божьей уподобиться добрыми, отверженными делами любви к ближнему. Я всем всегда буду напоминать, что это не обличение, не осуждение, не злословие. Это покрытие грехов, это благословение и это прощение, а не осуждение. Господь нас учил полным противоположным вещам. Он говорит, ты судишь, ты не суди, ты прости, ты не обличай, а покрой. И ты не злословь, а благослови. А у нас все одно зацепляется, заметьте, кто осуждает, тот и обличает и злословит. Кто злословит, тот обличает и осуждает и все по кружку. Господь учил ровно противоположным вещам. Делал мало того, что и учил. Я, те кто про обличение, тоже у меня есть ролики, смотрите. Там, где он к ближнему, говорит, это брат, если против тебя согрешил. И то, мы понимаем, что там слово обличение имеет определенный смысл, ибо в Луке написано то же самое место, у Матфея описано, только там слово выговоре стоит. То есть смысл не в смысле по башке, но давай, я тут, мол, герой, а ты грешник. А в смысле, примиритесь с братом. Если у вас какая-то нелюбовь случилась, кто-то что-то кому, может быть, случайно какую обиду нанес. Говорит, если брат поговорить, это брат, с которым ты имеешь общение. А не так, человек, которого ты никогда в жизни не видел, ты там его ролики в интернете выставляешь или еще что-то, других всех перетираешь. Я говорю, мало того, что на кухне это даже грех это делать, потому что, не говоря, еще публично все это делать. Это вообще страшный грех, от которого потом отмываться неизвестно как. Человек тебе даже ответить не может. Вот, это все опасно, надо за собой очень четко следить. Вы помните этот 49-й псалом? Что ты мои слова и заповеди мои бросаешь за себя, а кричишь, что я люблю. Поэтому, потому, мир, мир. Он же только что им говорил, если любите меня, и потому все узнают, что вы мои ученики, совместите все эти слова. Вот он и говорит, потому мир узнает, что я люблю отца, что как мне заповедал отец, так я и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Последние золотые слова Господа. Один раз он сказал, что потому узнает его любовь к отцу по внешности, что он творит то, что заповедовал ему отцу. А там дальше он раскрывает, опять же, что отец, какое слово, что я открыл им имя твое, то, что ты мне, я все им дал, то, что ты мне сказал принести и сказать, я все им открыл. Это уже там еще дальше почитаете. 15-16 глава, опять он рассказывает, а заповеди любите друг друга. И как любить, он в Евангелии. Иисус не глупый. Он сам отдал жизнь. Если бы была необходимость проповедовать пять лет, Господь бы пять лет ходил, никто бы ему вреда не причинил. Господь о себе сказал, я сам отдаю свою жизнь. Никто меня забрать не может. Я Бог. Как я иссушал смоковницы, повелевал бурям, бесам приказывал. Кто вы такие, людишки? Это я. Я источник жизни. Мне нравится, как тоже в Ветхом Завете Господь иудеям, евреям говорит, я, я Бог ваш, и нет другого. И никто не избавит. И здесь, помните, в 49-м псалме тоже. Ты смотри, потому что если я твои грехи перед лицом твоим поставлю, обличая тебя, говорит, кто тебя избавит от меня? Я Бог твой, твой Бог. И, кстати, в этом же псалме он так же, по-моему, говорит, или это в другом, я уж не помню где. Но есть это во второзаконе чудный, там тоже момент. Я исцеляю, я поражаю, я оживляю, я умершляю. Я Бог, Бог твой, Израиль говорит, два раза. Я, я Бог твой. Весь этот культ был сопряжен только тем людям. Ты можешь хоть крестами облепиться, лишь бы ты помнил Бога и заповедь его. Да, тогда это будет тебе на пользу. Самими этими крестами, чем-то внешним, ты никогда не спасешься. Ты спасаешься веру, и по вере своей жизнью ты возрастаешь в Господа. Но вы помните, я говорю, как Господь все это сказал. Вот, и поэтому все эти глупые учения о том, что учение Иисуса Христа, Творца нашего, нуждается в каком-то подправлении, в каких-то объяснениях, в каких-то дополнениях. Это все чушь собачья. Мы никому, кроме Христа, подражать не должны. Ни одному святому. Все они люди. Падали, не то, что падали, сейчас громко может сказано, но те же самые апостолы. Мы с вами будем читать книгу «Деяния». Сами ее читайте. И то, ее пишет Лука. Один человек, одну книжечку. Все примазано. Почему-то Лука нам не сообщает о тех переживаниях, о тех мыслях Павла, которые он потом пишет в Галатах. Как он-то мыслил, как он все это принимал, а он это все не принял. Павел понимал, что как мы будем, мы должны отвергнуть закон. Мы не можем гнушаться язычниками. Как мы будем единой церковью, где нет ни Эллина, ни Иудея, как он пишет, ни Иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского даже, ни женского пола. А все во Христе. Новая тварь. Ибо во Христе Иисусе нет этого ничего. Не обрезан, не обрезан, а все одно. Вера. Праведность от веры, да. Но вера, действующая любовью. Все. Да, праведность, чистота, святость. Все, поверь. Бог тебя рождает. Вы рождены от семени нетленного. Да, это образ рождения внутри, как образ рождения однажды нас по плоти, от наших родителей. Даже семенем плотским, дарованным Богом. Твоему папе плотскому, который вложил ее в твою маму плотскую. Да, ты ничего за свою жизнь никогда не дашь. И за все, что у тебя дашь, вот как у меня, у вас сейчас руки, ноги. Не только за жизнь, еще за все эти, так скажем, все это неправедное божество. Мне очень нравится этот символ, проще сказать. Но вот за это тело, за ту душу, которая у тебя внутри, со всеми свойствами, там, талантами ума, там, рассуждения, способности рисовать. Ты в этом во всем проявляешь свою любовь. И именно этими делами любви ты действительно, внутреннего человека, ты строишь абсолютно сам. Бог тебе все для этого дает. Все. Делаешь ты это сам. Вознесешься ты этим, значит, ты и делал это из корысти. Тот себя, который познает всех на свете, братьями и сестрами, он делает все с любовью. Более того, чувствует себя должником. Он вроде бы делает дела любви, а чувствует, что он еще больше должен. Он более того, он себя укоряет и вменяет себе в грех, если он не испил чашу страдания с ближним. Если он не смог порадоваться с ближним. Такой настоящий христолюбец, сын Божий, дочь Божья, чувствует себя изверженной из тела Христова, из дома отчего, детем выгнанным на улицу, евреем выгнанным вне стана Иерусалимского. Вот оно. К чему я хочу подвести? К том, что учение, мы христиане, у нас есть одно учение, учение и жизнь Иисуса Христа. Это Евангелие. Евангелие. Даже послания писались, вы знаете, все прекрасно. Это вам ни один богослов против не скажет. До Евангелия. Господь специально, когда умалились живые носители жизни и учения Иисуса Христа, Господь действительно попустил, чтобы оно было хотя бы написано для нас, для всех. Ибо те-то были, как Господь ему сказал, вы будете мне свидетелями, очевидцами. Господь специально сам ничего не написал. Специально, чтобы это в культ тоже не превратили, в букву, которую потом могли переписать, подменить и опять. Поэтому в оконцовке мы, мы не писание по сердцу сверяем, а сердце по писанию. Человек должен верить, что Бог живой. И вся цель, смысл его жизни убедиться в том, что Иисус Христос, я вам вся буду напоминать, суть Евангелия, это Бог, и Он любовь. Он может, и Он хочет. И я человек, его образ и подобие. А соответственно, по этой истине, по этой вере, я живу делами упования любви. Смысл моей жизни убедиться в этом. А как я убежусь в этом, если я никогда в жизни к Богу не обращаюсь? Мне нужен хлеб, я не обращаюсь. Мне нужно вино, радость, хлеб, жизнь, я не обращаюсь. Мне нужно здоровье, я не обращаюсь. Мне нужна защита, я не обращаюсь. Мне нужно знание, я не обращаюсь. Хотя Бог, податель всего, дает все, просто и без упреков. Каждого христианина, не поступающего так, вы прекрасно знаете, обличает Евангелие. Читаешь его и поймешь. Тут головка заболела, и ты весь с ума сходишь. А там слепые прорезревают, храмы пляшут. Ты понимаешь, во мне вера-то есть. А вообще, я хотя бы попробовал к Богу обратиться? Нет. А как я познаю Бога изнутри? Как я познаю, почему Бог меня простил? Почему я всю жизнь грешил против ближнего? Делал зло, крал, воровал, блудил. Почему Бог меня простил? Как я пойму? Простив другого. Простив любого блудника на дороге сидящего, который, в принципе, даже против меня не грешил-то. Да, он блудник, да, он алкоголик, я знаю, он даже против меня, это же даже грехи не против меня, а я его осуждаю. А я его злословлю, я его обличаю. Вместо того, чтобы проповедовать ему истину, я его сужу. А ты прости его. Он против тебя вообще ничего не делает. Ты не обличи его. Ты не осуди его, как Христос никого не осудил в Евангелии и явных блудников, грешников и мытарев. А ты благовестуй. Ты скажи, брат, чем я могу тебе помочь? Ты почему к такой жизни пришел? У тебя сложности? Я могу что-то для тебя сделать? На дороге сид алкоголик, мы готовы его с дерьмом смешать. А ты спрашивал этого человека, что с ним? А может быть, он уже сидит, дерево себе выбирает? Или это девочка 20 лет с юбкой до аппендицида? Ты спросил, почему она до такой жизни докатилась? Она может быть сидит и реально выбирает себе дерево. Что ты сделал для нее? Что ты сделал для нее, чтобы обличать ее, чтобы добить ее, чтобы она пошла и уже точно вздернулась? Ты подойди, поговори с ней, узнай, в чем у нее проблема, чем ты можешь ей помочь. Ты можешь ей, она может быть бездомная, она не от хорошей жизни так живет. У нее родители, мама, алкаши, в отличие от твоих, которые все тебе дали. Жилье, хлеб, питание, образование. Знание, квартиру, машину, все, жену хорошую подобрали. Ты кто что судишь ее? Ты узнай, можешь ли ты что сделать для нее? Можешь ли ты ее приютить, омыть, обогреть, дать ей образование, отправить ее на какие-нибудь курсы, устроить ее на работу и все время ее это содержать, как тот добрый самарянин поступил с избитым, с избиенным иудеями. Ты что для нее сделал? Ты что ей предложил, чтобы судить ее? Ты ей еще ничего не дал. Бог нас имеет право судить, как и родители своих детей, потому что они им что-то дают. Ты что ей дал, чтобы судить ее? Ты ничего ей не сделал. Ты ее не рожал, ты ее не кормил, не поил, не давал образования, не защищал, не исцелял, ночами не сидел там с тряпочкой в огонь, ночами не спал. Что ты сделал для этого человека, что ты осуждаешь его жизнь? Мы должны понять, мы должны понять, что такое любовь. Любовь – это благодетельство. Каждому человеку и любого грешника мы только любовью можем привести ко Христу, ибо он нас привел к себе точно таким же образом. Кому не хватило маленьких благодеяний, он сказал, когда вознесете сына человеческого, я всех привлеку к себе. Все, это апогель любви. Мы все в этих распинателях, мы все с этой толпой каждый день ругаемся сыну Божьему и распинаем его в себе и орем распни его. Распни этого неверующего в Бога, как они ему говорили, дело богохульника, нелюбящего Отца Небесного. Он же им никогда не говорил, что он любит Отца. Они и распинали, и орали. Распни этого невера в Бога, нелюбящего, ибо богохульник, если он себя сделал Богом, значит, он над Богом, значит, он в Бога не верует, в Бога Авраама, Исаака и Акова. Нелюбящего Отца, мы это любим, мы же исполняем заплату из любви Господа Бога твоего всем сердцем твоим, а тебя мы... Иоанн Богослова, Евангелие, я вам напоминаю. Он говорит, у вас нет любви к Богу, знаю вас. А знаете, что он дальше говорит? Мы придумали какое-то стиховое богословие. Читайте Евангелие целиком, он ему говорит, а почему у вас нет любви к Богу? Да потому что вы хотите убить меня. Вы хотите убить человека. А значит, ваш отец дьявол, нелюбящий человека, он им уже намекает, он им намекает на то, что после скажет своим ученикам, если вы любите Бога, любите меня, ибо я отец одно, вы любите ближнего. А вас я знаю, нет любви к Богу, и любой человек узнает другого, Потому что у него нет любви к Богу Потому что он ненавидит ближнего Он его злословит, осуждает, ненавидит Он говорит, я знаю, у вас нет любви к Богу Потому что вы ищете убить меня Потому все узнают, что мы И мы вот орем со всеми Раз мне этого не вера в Бога, богохульника Еретика И сейчас все, кто призывает Идти за Христом, все богохульники У этих ортодоксов И им противоположным Всем этим святым Конфессии А Христос был первый Что кого убивали, думали, что тем служит Богу А на самом деле он не первый Так поступали со всеми пророками И так поступают со всеми после пророков и Христа Со всеми апостолами И всеми искренними христолюбцами Которыми желают жить Уподобляясь Христу по его учению И по его словам, которые он говорил И проповедовать то, что он жил и учил А не всякая мракобесия И не язычество И мы орем все время Особенно во всех этих конфессиях Очень любят орать Раз мне, у этого богохульника Он же не верит в нашего конфессионального Бога Он не любит его И не принимает наших учений Да, 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 да Именно такие еретики всегда горят на крестах Которые любят сущего настоящего Веруют в настоящего Творца Которого вся полнота Божества телесных В последнее время явилась во плоти Все Они его любят И свою любовь как раз доказывают Что вот в отличие от вас Они никого не осуждают Не обличают И не злословят и не поносят Отворят зло Отворят добро Благословляют Благодетельствуют и молятся И благожелательствуют Ко всем Даже к врагам Вот Вот Раз мне этого глупого Невежественного Неверующего Нелюбящего отца Неверующего в Бога Глупого учителя Назарейской ереси Из какой-то Из какой-то Недоброй Как сказано Может быть что доброе быть Из Галилеи Галилеянина Вот так вот Братья и сестры Я надеюсь этот ролик До многих коснется И вы Родитесь свыше Если пребывали Во мраке Мракобесных Конфессиональных Учений То вы опомнитесь И пойдете за Христом Это я вам только часть А вы знаете все Евангелие Оно круговертим Вот так Но хотя я вам напоминал Эти слова Господь сказал Отверни себя Возьми крест Следуй за мною Мы все это нарушаем Мы все это нарушаем Кто ролик уже смотрел О Библии Слово Божие То же самое В посланиях Все рассматривайте С рассмотрением Тавтологии Ну ладно Вот Относитесь ко всему С рассмотрением Мы смотрим Только на нашего Учителя И Творца И достаточно Для нас Если мы будем Как наш учитель Стать как наш учитель Ничего себе достаточно Стать Богом Богом Настоящим Сыном Божиим С распяться Ему Не кому-то Вот Так что вот такой вот ролик Кто в это приходит Понимает Что Евангелие Человеку Вот так вот Ничего ему больше не надо Там вся жизнь Все учения Иисуса Христа Творца нашего Вот Ну что Мои родные Любимые Христолюбцы Братцы Сестры Во Христе Всем желаю Радоваться И веселиться В Господе Христианин Который не радуется Жизни Не христианин Ибо второй плод После любви Это радость Он радуется Сорадуется Всему на свете И того что Бог В его жизни И того что он любит Творится Радуется И разделяет радость С теми Кто его окружает И испевает Эту чашу Если есть какая Скорбе Из ближней От этого у него Вечный мир в душе У него нет врагов Нет антихристов Он всех любит И всегда счастлив Отсюда и блажен Помните эти плоды духа Проверяйте себя По ним ежедневно Любовь Радость Мир Благость Кротость Милосердие Упование Потому что там вера Как бы в этом смысле Ибо диванной веры Нам Господь сказал Ничего не прибавлять Не убавлять А именно там Об уповании идет речь Все это Долготерпение Потому что чем ты больше Таешь Тем конечно же Больше воздерживаешься И терпишь Все это в человеке Должно возрастать Следите за собой Как Господь сказал Кто Тот чтит меня Чтит и любит Чтит отца и мать Помните Как Господь говорил В заповедях Кто Кто Воздаёт мне Хвалу Словословит меня И благодарит И Следит За путем Своим Ну что Вот такие у нас Шикарные Наишикарнейшие Просторы Красота Кстати Вон Моими братьями И Всеми Кто Смотрит Этот ролик Спасибо тебе За все За всю Любовь Твою За все Что подаешь На все Потребное Для жизни Радости Веселья Благочестия Святости Уподоблению Тебе В любви В любви К ближнему Слава тебе Боже наш Слава тебе Господи Спасибо тебе За все Все твои Благословения Всегда на всех Любящих тебя И любовь К тебе Проявляющих В уповании На тебя Отвержением Себя Любовью Ко всем И потому Весь мир узнает Что мы любим Тебя Когда будем Соблюдать Заповедь Твою А заповедь Твоя Чтобы мы Любили друг друга Как ты Возлюбил нас Слава тебе Боже наш Слава тебе Господь Иисус Христос Живой Бог Любовь Наш Всегда Был Есть И будет Посреди Нас Братья Сестры Всем Кому Понравился Ролик Ставьте Лайк Делитесь Со всеми С кем Считаете Нужным Добавляйтесь Вот все Мои Контактики Внизу Добавляйтесь В друзьях Пишите Мне Я всем Всегда Рад Все Мои Полезные Ссылочки Всегда Справа Я Вас Всех Нежно Целую Крепко Обнимаю Со всеми Прощаюсь Пока Пока Субтитры Субтитры Субтитры